Добрый день! С вами культурный обозреватель МОО СПМШ-18 в городе Донецка. Сегодня в эфире история парка кованых фигур, самые интересные его места и, конечно же, долгожданный, ежегодный международный фестиваль кузнечного мастерства. В Ворошиловском районе Донецка уютно расположился уникальный образец кузнечного дела парка кованых фигур. Можно с уверенностью сказать, что это самый необычный парк в нашем городе. Теперь небольшой экскурс в историю. Традиция выковывать металлические скульптуры зародилась в Донецке еще в далеком 1990 году, когда Алексей Иванович Мерцалов совместно с рабочим металлургического завода Новороссийского общества каменно-угольного, железного и рельсового производства создал знаменитую пальму Мерцалова, которая на Всемирной промышленной выставке в Париже получила первую премию. А спустя 101 год 2001 Донецкий городской совет совместно с кузнечным предприятием Гефест организовали первый фестиваль кузнечного искусства. Местом проведения был выбран сквер за зданием городского совета. Лучшие 10 работ мастеров стали первыми экспонатами парка. Огромную роль в развитии кузнечных традиций города сыграл руководитель гильдии кузнецов Донбасса Виктор Бурдук. С легкой руки главного кузнеца Донбасса в городе получил постоянную прописку Международный фестиваль кузнечного мастерства. С тех пор паркованных фигур стал неотъемлемой частью и одной из известнейших достопримечательностей Донецка. С 2001 года паркованных фигур сильно расширился. Сейчас он насчитывает свыше 200 скульптур. Такая вот история нашего любимого парка. А теперь репортаж свиновника сегодняшнего выпуска. Сейчас мы находимся в парке главных фигур на аллее Арат. Скульптуры здесь распределены по тематическим аллеям. Есть аллея архитектурных копий, аллея знаков зодиака, аллея суеверий, сказок, мастеров и многие другие. На аллее, посвященной 140-летию нашего города Донецка, есть такая скульптура, как Кубок Уйфа. Наша команда под названием Шахтер выигрывала его в 2009 году. Есть также скульптура, девушка, играющая на скидывке. Переходим дальше. Это символ Донецка, нашего родного края, роза. Переходим дальше. Это сейф с деньгами. Идем дальше. Это скульптура вечной любви. На ней висят замочки, люди вешают. Это памятник любви материнству. И последнее у нас, это памятник ответственности. От любви материнства до ответственности недалеко. Наверняка каждый из нас в детстве задумывался, а что было бы, если бы герои наших любимых сказок встретились вместе. Эта мечта воплотилась на аллее сказок паркованных фигур. Аллея начинается кораблем, который проявляет за злоновыми героями. Здесь мы можем увидеть и колобка, сидящего возле указателя, и биноккио в клетке. Также тут есть даже старичок Леший. И деймолочка уютно уместилась на большом цветке. Рядом с ней железный травосек обедает болтами и гайками, беседуя с джином, который выглянул из лампы. А в пути крокодила Гена и Чебурашки к несчастью разошлись, так как последний из них остался с нами. И, конечно же, здесь можно увидеть голову святогора, богатыря из русского блинного эбоса. Заканчивается аллея сказок с щукой, которая знаменит со своей фразой «По щучьему веленью, по моему хотенью и желания исполнялись». И, конечно же, нельзя не заметить муху-цикотуху из одноименной сказки. А вот и аллея знаков зодиака. Здесь мирно сосуществует друг с другом, полностью игнорируя различные гороскопы, все 12 знаков зодиака. Здесь у нас находятся рыбы. Далее нашему зрению представлено водолей. Переходим дальше к следующей скульптуре. У нас тут козерог. Дальше стрелец. Идем дальше. Дальше у нас находится кто здесь? Это скорпион. После скорпиона в нашем парке находятся весы. После весов. Идем далее. У нас находятся девы. После дев нам представлен лев. Вот в таком он окрасе, необычном. Он не похож на другие скульптуры. Дальше идем. У нас здесь рак на полу отдыхает. Переходим от рака к близнецам. Вот такие две девушки, сидящие друг напротив друга. После девушек это телец. И последний знак зодиака это у нас Овен. И у этой аллеи есть собственная примета. Необходимо подойти к своему знаку зодиака, дотронуться до него. И запятать самое сокровенное. Кузнецы уверяют, что все сбывается. Сейчас мы находимся на еще одной очень интересной аллее. Это аллея Суеверий. Она появилась после 13-го почета в фестивале кузнечного мастерства. Начинается эта аллея. Поворот Кустанглок, на котором находятся символы разных суеверий. Черный город наверху, черная кошка, число 13, подкова, ведро и многие другие. Следующим экспонатом, на который хотелось бы обратить внимание, это разбитое зеркало, которое грозит нам семью годами неудач. После него находится змея подколодная, очень любимая в народе. Здесь мы также можем увидеть водяного, египетскую пирамиду, бабу-ягу, летящую на метле с черной кошкой. Также здесь находится добрый Шубин, который живет в шахтах и является покровителем шахтеров. Гоголевский черт и, пожалуй, самая экспрессивная, экстравагантная даже фигура. Это кузнец чужой из компьютерной игры StarCraft. Донецк не был бы Донецком без футбола. И пар кованых фигур не обделил этот несомненно важный аспект города своим вниманием. Сейчас мы находимся на аллее слабых мастеров, посвященной Евро-2012. Перед нами символическая скульптура. Это солнечные лучи, кристаллы угля и мяч, который находится внутри каски шахтера. Одной из самых ярких скульптур этой аллеи является евроколесница, которая мчится к нам. Также невозможно просто не упомянуть нашего невидимого футболиста. Для него эту скульптуру очень любят донецкие невесты, ведь футбольная обувь намного удобнее туфель на шпильках. И, конечно же, мы не могли пройти мимо такой великолепнейшей скульптуры, как птица-банкир. Это еще одна примета парка кованых фигур. Она классически нужна. Просто пяточок, загадать желание и погладить клювик, чтобы оно сбылось. На этом обзор на экскурсии парка кованых фигур объявляю закрытой. Можно сделать вывод, что в этом музее кузнечного дела найдется скульптура по сердцу каждого. Однако, даже если таково не нашлось, стоит немножко подождать. 23 сентября пройдет 19-й фестиваль кузнечного мастерства. Тема этого года «Не зло победит зло, а только любовь» – это слова Николая II. Идея кованой скульптуры, в виде дерева, с листьев которого стекают слезы, принадлежит автору проекта Виктору Бурдуку. Эскизы композиции представил Александр Сушников в Санкт-Петербург. Причину такой темы фестиваля этого года Виктор Бурдук раскрыл на сайте союзкузнецов.рф. Виктор Бурдук написал «Не зло победит зло, а только любовь». Это слова Николая II, сказанные им незадолго до расстрела, перед лицом великих бессмысленных жертв, с открывшейся ему мудрой верой, высшей силой и разумом. История учит горькой правоте его слов. Эти слова запали мне в душу. Я решил их сделать темой фестиваля и новой скульптуры. Здесь и сейчас, в Донецке, перед лицом бессмысленных жертв. Мы, кузнецы, хотим жить, творить и любить. Не зло, а любовью велик человека. Скульптура представляет собой дерево в форме шара, с листьев которого стекают слезы. Дерево – это символы жизни. Шар – символ будущего и вечности. Слезы – это взрыв человеческих эмоций и реакции на зло. Теперь непосредственно к фестивалю. Сразу же после торжественного открытия фестиваля произошла презентация новой скульптуры. После презентации началось вступление музыкантов в рок Кузня 6. В числе групп были перипетия и на ощупь. Субтитры создавал DimaTorzok Также посетителям фестиваля была представлена выставка Handmade Алия Мастеров. И выставка Медовый ряд. Нельзя не упомянуть кузнечную кухню Брачина. В 12.30 состоялся кузнечный свадебный обряд. В древности считалось, что кузнец общается с белыми и темными силами. И своей работой может как вознаградить людей, так и покарать их. Кузнеца всегда приглашали на свадьбу. Задабливали его, чтобы он сковал для жениха и невесты счастливую семейную жизнь. У наших жениха и невесты кузнецем был сам Виктор Бурдук. Ну что, ребята, блузковое сердечко. На счастье, бей! На радость, бей! Богатство вам! Бей! Счастливое сердечко! Следующее сердечко! Следующее сердечко! Для пары было выковано солнышко, на котором отпечатаны имена молодоженов и даты свадьбы. Также на металлическом блинчике сделаны отпечатки двух сердец. Вся физическая работа в семье лежит на широких мужских плечах. Уже не знаем, сможет ли жених забивать гвозди, но ковать он их точно умеет. Перед торжественным закрытием фестиваля мы видели настоящие сражения на мечах. Рыцари из клуба средневековой военно-исторической реконструкции «Восточный крест», несмотря на тяжелую рыцарскую амуницию, двигались очень быстро и проворно. В реальном бою поражение было бы невозможно. Благородные сиры перед схваткой скрещивали мечи в знак дружественности поединка. Нам показали парные и массовые поединки. На фестивале люди могли получить монетку, сделанную на их глазах, под специальным прессом, который им сначала подъявили за мини-гелетином. Благородные сиры перед схваткой скрещивали мечи в знак дружественности поединка. Это один из наших любимых парков в городе. Вы знаете, я пришла первый раз, если честно. Да, достаточно часто. Я неподалеку работаю, поэтому приходится быть здесь как и по долгу работы, проходить мимо, так и я люблю здесь гулять с друзьями. Когда у нас была свадьба с мужем, мы фотографировались в этом парке. Как раз у нас была свадебная фотосессия. И это очень теплые воспоминания для меня. Мне о парке рассказывали очень много дети. Они приходили с внуками, остались очень довольны. Поэтому я приехала первый раз на ярмарку, на выставку. И решила себя показать. Заодно пошлась, посмотрела. Мне очень понравилось. Я очень большое впечатление получила. Да, обязательно. Я думаю, как и у каждого дончанина. В первую очередь, в принципе, потому что это красиво. И красивая обстановка вокруг – это всегда приятно. А во-вторых, ежегодный фестиваль «Рух Кузня». Ну, я не знаю, что может быть круче в этом месте. Очень уютный такой домашний парк. Мне он очень нравится. Шикарное место. Шикарное. Очень много эмоций положительных. Так как я вяжу игрушку. И в то же время здесь очень много таких фигур, которые как с детками связаны. Мне очень нравится. Очень такое большое впечатление я получила. Очень красиво, очень хорошо все здесь. Мне очень понравилось. Железо. Красиво. Классно. Обязательно. Потому что это очень объединяет людей. Это вообще очень замечательно, что проходят такие фестивали. Мы рады в них участвовать. Обязательно. Обязательно. Во-первых, приходят люди, получают эстетическое удовольствие. Во-вторых, общение. Ну и вообще нашим людям нужно отдыхать. А парк – это то место, где все это можно осуществить. И посмотреть людей, и фигуры все эти куваные. Посмотреть мастерство кузнецов. Обязательно нужно продолжать эти традиции. Обязательно. Я считаю, нужно обязательно. Во-первых, она несет с собой позитив. Приходит очень много горожан, которые могут быть знакомы, которые могут не знать друг друга. Это еще один хороший повод познакомиться, провести время хорошо, послушать хорошую музыку, полюбоваться красотой кузнечного мастерства, воочию увидеть изготовление кузнечных изделий. Это круто, это здорово. Опять-таки ярмарки, на которых можно что-то купить интересное для себя, на память. Это здорово. Я думаю, это надо продолжать. Конечно. Это, безусловно, одна из визиток города. Потому что такого парка нет, допустим, в остальных городах. Конечно, конечно. Фестиваль для того, чтобы показать, что вот есть кузнецы, они возродились, их давно не видели в Донецке, многие годы, десятилетия. И когда мы делали первый фестиваль, это было еще в прошлом веке, в 1997 году, на площади Ленина первый прошел. Естественно, мы не знали, во что это выльется. Уже прошло 20 лет больше. И вот видите, это все благодаря вам, потому что вам это понравилось. Мы начали это делать более энергично для вас. Как к вам приходит идея тематики скульптур? Ну, обычно идеи тематики выражают состояние души мастера. Так как я занимаюсь всем дизайном, художественным замыслом этого парка, кованых фигур, то, в частности, от моей души. Но я член социума. Вот сейчас нам тяжело. В 2015 году была скульптура «Спаси и сохрани». Мы все просили, чтобы нас Бог пощадил. В следующем году, в 2016-м, мы делали «Перекуем мечи на орала», то есть протест в войне. Вот и состояние души. В этом году новые слова «Не зло победит зло». Николай II сказал, не задолго до своей смерти. Это понятно. Не зло победит зло, а только любовь. Вот отсюда мы черпаем свои творческие идеи. Последний вопрос, включались ли у вас какие-нибудь курьезные случаи во время работы в проекте? Сколько угодно. Вот даже сегодня два горна потухло. Кто-то подошел и сказал, сглазил какой-то там цыган или кто. И раз горн потух. И мы его кочегарим, кочегарим, а он не разгорается. Но потом собрались, раскочегарили и так далее. Бывает. Инструмент забыли, инструмент поломался. Ну таких глобальных, чтобы все рухнуло, не бывает. Все, счастье. Союз Кузнецов и дальше собирается активно поддерживать в Донецке созидательную творческую инициативу. Создавать свои миниатюры для композиций, которые во время следующих фестивалей обязательно займут свои места в уже знаменитом Донецком парке кованых фигур. Это настолько все официально, что уж случилось. Как думаешь? Можно я скажу? Денис. Сейчас, пожалуйста. Вот это я должен срежать в Варшавском районе, в Варшавском районе, в Денисской дверью. Сейчас. Если что, съемка уже идет. Это самый необычный подбор. Теперь небольшой экскурс в истории. Сварь из нечного мастерства. Что? Ты должен был начать говорить. В Варшавском районе, в Донецком, в Северном районе, в Донецком, в Северном районе. В Варшавском районе, в Донецком, в Северном районе. Все, догадаться? Да нет, я не могу. Убрана президента, когда выходит. Хорошо. Вы ждете? Да. Да, вырвав. Что это было? Хорошо. 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 Хай, поехали. Продолжение следует...